Сибирскими татарами Сибирскими татарами называют коренное тюркоязычное население ряда регионов Западной Сибири. Выделяют несколько групп, одна из них населяет Тюменскую область. Сколько сибирских татар проживают в нашем регионе, чем они отличаются от казанских, как сохранили свою культуру и традиции, нам сегодня расскажет хранитель музейного фонда Имбаевского сельского музея Нелли Файзулина. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие наши гости! Мы очень вас рады приветствовать в нашем Имбаевском сельском музее. Яна Илья Ханом, как представляю всегда, а это помощница Майлу из Аханом. Как я говорю, мы хозяюшки Имбаевского сельского музея. О сибирских татарах, конечно же, можно говорить очень много, потому что действительно они были коренным населением Сибири нашей. Как говорит моя подруга, коллега, большой соратник и друг нашего музея Альмира Ханом, это большой такой вкусный многослойный пирог, который сначала, конечно, тюркская основа, которая составляет тюркское население. Потом идет сибирское ханство, тюменское ханство, а 400 лет назад сюда приходят бухарцы, которые приносят сюда в Сибирь ремесло, образование, культуру. А потом 200 лет назад приходят и поволжские татары. И все это перемешивается в большом котле, и на сегодняшний день вот мы представители этой татарской культуры. А сколько на сегодняшний день именно в Тюменской области проживает сибирских татар? Знаете? Я вам точное количество не могу сказать на сегодняшний день, потому что я как-то не задавалась даже этим вопросом. Знаю, что они второе по счету население в Тюменской области вообще татары, да, самое крупное такое население. Ну а вот именно конкретно сколько сибирских татар по количеству не могу вам сказать. А вы между собой все равно общаетесь, собираетесь? Конечно, мы очень все дружны, все татары, да, что сибирские, что не сибирские. Или вообще татары Сибири, мы очень всегда дружны и не делимся на различные категории. Очень много приезжают к нам сюда представители казанской культуры, да, допустим, из казанских татар. Приезжают к нам в гости, ученые приезжают, интересуются нашей местной историей. Вот у нас в фондах музея хранятся метрические книги, которые велись 1907-1908 года, 1917-1918 года. И они заинтересовали наших казанских ученых. В прошлом году они приезжали, отсканировали наши книги, а в этом году перевели и презентовали нам. И в каждом сословии, где напротив каждой фамилии именно нашего населения, ямбаевских и праевских юрт, написано, что бухарец. В основном здесь проживали в то время бухарцы. А в чем отличие сибирских татар от волжских? Ну вот посмотрите на нас с Луизой, да? Я вижу только, что одна светленькая, другая темненькая. Вот они, конечно же, внешне отличаются. Внешне сибирские татары и поволжские татары отличаются внешне. Это вот как раз мы и представители, можно сказать, наглядные представители этого. Во-вторых, отличается язык, конечно же. Да, мы как сибирские татары в основном цокаем, вот так с таким акцентом. Может даже как казанские, когда к нам приезжают, у вас язык мягче. В настоящее время в нашей имбаевской школе, это школа с этнокультурным компонентом, где обучают татарскому языку. Два часа в неделю татарский язык. Вот Луиза у нас училась в татарском классе. Она очень хорошо говорит по-татарски, на литературном языке и поет песни очень хорошо. Есть такая очень любимая песня наших любимых зрителей и гостей. Это «Ай, было, было» татарская песня. Вот я вам ее сейчас вспомню. А мы на бытовом уровне, конечно же, я знаю свой язык на бытовом, потому что у нас дедушки и бабушки изначально всегда говорили на татарском языке. И мой дедушка, как преподаватель немецкого языка, он говорил мне, Неля, это вот кишир, а это сартак. Сразу называл один предмет и на литературном языке, и на бытовом языке. А бабушка, наоборот, говорила, «Партайялма и кисенперкасу табар» говорила. И никогда не стесняйся, что ты татарка, говори на татарском языке, как можешь. Поэтому мы и селяшабес, и капляшабес. Капляшабес – это по-казанскому, а селяшабес – это на своем родном, на местном диалекте. Известно, что сибирские татары были торговцы, причем очень хорошие торговцы. Расскажите об этом. Да, действительно, вот если опять к нашему селу возвращаясь, то в 1695 году в Тюмень приходит первый караван. И тогда караванщиков, согласно источникам Фуата Валеева и других ученых, сказано, что караванщиков в Тюмень не пускали. Они боялись, как-то их воздерживались. И вокруг Тюмени образовались поселения, из них юрты. Ол-Манцел – это имбаевские юрты, сейчас имбаева. А Кыц-Манцел – это тураевские юрты, маленькие юрты. А Кыц-Манцел в переводе с узбекского означает «остановка, привал». Вот именно, я думаю, что узбеки были в основном большей частью в этих бухарцах. В состав бухарцев ходили и образовали наше поселение. А еще почему именно в Ямбаево? Потому что здесь было мадресе. В 1884 году Нигматуллах Аджик, Арамшаков, Сейдухков, Бухарец. Про него еще говорят «Великий сибиряк», «Имбаевский благотворитель». Начинают строительство всего комплекса. В первую очередь это Магометанское училище, мадресе, учебное заведение. Нигматуллах Аджик был настолько продвинутым, умным, предвидящим, прогрессивным человеком, мыслящим таким, что приглашает сюда самых известных ученых и преподавателей в нашем мадресе. Рядышком с этим зданием, в этом здании как раз было мадресе. Здесь учили шакирды, ученики. А рядышком на территории есть еще и гостиница и столовая, где преподаватели жили и питались. Один из самых крупнейших преподавателей, известных в богословах, был приглашен Гесматулла Бурундуков из Саратовской губернии. А его сын Ибрагим позже становится первым имам-хатыбом нашей Тюменской градо-мечети, когда открывается мечеть в Тюмени. И он, супруга, здесь преподавали. А вот Луиза Ханум, она потомственная Бурундукова, из этого рода представитель. Вот я все время горжусь и всем нашим туристам и нашим посетителям рассказываю об этом. У нас есть уникальные предметы, связанные с этой семьей в нашем музее, ценные предметы, которым больше 130-150, почти по 200 лет этим предметам. Еще есть уникальная посуда. Есть еще один уникальный образец, которым мы действительно гордимся на сегодняшний день. Это печатики Смотуллы Бурундукова и Салихова Алиулы. Вот таких предметов очень, знаете, не найти таких предметов в других музеях. Получается, это такое место притяжения стало. Да, да, да. Ну, когда много гостей, много туристов, нужно же еще и угощать их. Конечно. Расскажите о национальных блюдах, особенно тех, которые дожили до современности. Конечно же, национальные блюдах, да, как говорят, что хотят хлеба и зрелища наши туристы. Да, да, да. Они приезжают к нам, как я уже сказала, что у нас очень много туристов. Они не только приезжают и удивляются нашей мечети, нашей истории, нашей культуре, но и хотят попробовать татар на вкус, так ведь? Ну и, конечно же, мы угощаем своими традиционными татарскими блюдами. У сибирских татар это большой баурсак. Но этот баурсак, вот такой огромный, такая красивая, большая шляпка, надутая, да, тубок баурсак еще говорят, или туботек аля пуш баурсак, говорят, по-разному называют его. Но он больше преимущественным табольским татарам. А мы уже славимся своим традиционным чак-чаком, своим хворостом, хоштеле, который, да, балешем. Вот представляете, большой балеш в наших семьях готовят это мясное такое блюдо. Оно готовится из мяса, говядины, курицы или баранины, да, с картошкой, с луком, с перцем. Заправляется такой большой балеш. Вся семья красиво рассаживается, усаживается. Но особенно наша территория, вот я хочу похвастаться еще, Ямбаево, Тураево славится своим королевским пирогом. Слышали, нет? Потому что так как готовят его в Ямбаево, нигде больше не готовят. Расскажите секрет. Да, это королевский пирог, как мы называем его, а это тыквенный пирог. Кабак палец, говорят у нас. Кабак палец, огромный такой прямоугольный пирог, готовится на весь противень из тыквы. Снова его составляет тыква, вот сейчас как раз зреет тыква, знаете. Потом идет рис, потом курага, изюм. Но самое главное в этом пироге это творог. Специально приготовлен творог. Хурть его говорят или отсегаи, да еще по-разному называют. И вот такой прослойкой один сантиметр укладывается сначала вот этот сваренный красный такой творог. Красный? Да, он такой красноватый, значит, оранжеватый, переливается вот такой творог, да, как медовый он такой. А сверху кладется вся остальная начинка. Давайте продолжим про зрелище. Какие обычаи тоже дожили до современности, традиции? Да, конечно же, обычаи, это у нас у татар их много. Во-первых, мы всегда, татары все живем, куча, я говорю, с семьей, с друзьями. Нас всегда много. Если мы собираем, допустим, у нас традиция это проводить Коран Аши. Это давать имя ребенку, свадьбы наши, Никахи, это просто Коран Аш, поминки, когда мы устраиваем, Маулют Байраме, Курбан Байраме. И всегда, понимаете, двери наших домов, вот я даже на примере Нас Луиза могу сказать, что никогда не закрываются с утра до самого вечера. Любой гость, если узнает, что у нас какое-то мероприятие, кроме родственников, я говорю, приезжают всегда на накрытые столы. Это готовить, ставить огромные столы в доме, когда даже вот маленькая площадь, всегда столов очень много. Столы ломятся от еды, национальной кухни. Еще одна традиция, конечно же, это наши национальные татарские игры. Вот для наших экскурсантов, для всех видов поколения, все же любят играть игры, что взрослые, что дети, да. А на нашей импровизированной площадке, у музея, мы всегда для детей и для любого поколения проводим национальные игры. Это, которые играем на сабантуях, вот один из самых больших традиционных праздников, это у нас сабантуй. И вот эти игры, которые на сабантуях проходят, мы тоже для детей здесь проводим. Это перенос воды, это перенос яиц, перетягивание каната. Вы знаете, с какой любовью дети бегают с коромыслом и с ведрами, когда начинаешь говорить, что именно прабабушки так делали, носили. Представьте, ваша прабабушка вот там наверху сидит и смотрит, что ее внучок маленький, пятилетний или шестилетний, с такими ведрами бегает. Представляете, вода не доставалась, как сейчас, из крана. Надо было ее принести, это был такой труд. И вот такие сюжеты, моменты мы для молодежи, особенно для детей, очень приятны и пытаемся тоже их сохранить и передать им. Вот мы сразу перешли на тему молодежи. Как молодежь сохраняет традиции, какие-то заповеди, может, они сохраняют, передача идет. Да, 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 вот я уже сказала, что вот именно через национальные, через игры мы, конечно же, передаем свои вот эти традиции, через историю. Мы сами очень глубоко с Луизой на сегодняшний день проводим исследования. Буквально каждый маленький предмет становится такой, знаете, большой исследовательской работой. На сегодняшний день мы вместе с Луизой снимаем клипы на татарском языке. Современно. Да, да, споем песни, притягиваем их, но не только поем, а в кадре-то идет, как дети носили воду, старину показываем, находим на озеро, как наши бабушки собирали ягоды, как маслобойкой взбивали масло, как пряли, допустим. Это же все интересно для любого возраста, мне кажется. Вот как последний клип у нас, он очень получился такой насыщенным и ярким. И многие родители и взрослые пишут, что по пять раз посмотрели наш клип, и очень приятно. Мы даже вспомнили свое детство. Затем мы еще, у нас есть такая рубрика «В гостях у сказки. Аки атаку навта». И вот сказочница является Луиза. И мы на сегодняшний день уже третий выпуск сказки, и мы читаем на сегодняшний день пока вот литературу, народные сказки татарские. Но познакомились сказочницей Зимфирой Шариповой, которая пишет сказки сибирских татар. И вот взяли за основу теперь на следующую сказку снять именно сибирских татар. Я тоже думаю, что она должна произвести фурор такой, да. А если говорить о местной молодежи, они сохраняют именно культуру, традиции, свадебные обряды ваши? Конечно же, у нас на сегодняшний день вот этот никах, да, свадьба, традиционная татарская свадьба. Даже многие, я вот знаю, что молодежь не делает уже такую свадьбу, где вот вино, водка и так далее, да. А делают только татарскую свадьбу. Девушка одевается в красивое платье нарядное. Парень одевает тоже красивую рубашку, чубетейку на голову. И читается не как в мечети. Они фотографируются в здании нашего музея, на территории нашей площадки, у мечети, на территории комплекса нашего. Я считаю, что это очень хорошая такая традиция. И придерживаются ее сейчас все. Это стало очень модным. Орнаменты на одежде. Что они обозначают и как они подбираются? Конечно же, в традиционной одежде прежде всего национальный костюм, да. Это вот татарское платье на девушках, да, такое рюшечками, с оборочками. Как мы сегодня слой засидим, да. Есть у нас старинные образцы платьев. Вот на основе старинных образцов и как раз сшиты вот наши тоже наряды. Сверху одевали жилетку, расшитую, видите, с узорами различными. Основным элементом на всех традиционных предметах одежды, что на головном уборе, что на обуви, что на жилетах, это является тюльпан. Тюльпан это символ возрождения, обновления, как весенний цветок. А еще я все время говорю, что именно тюльпан еще есть на флаге и гербе нашего Ямбаевского муниципального образования. Не случайно. Да, не случайно, видимо, все это вот символично. Ну, конечно же, вот на наших я все время горжусь нашими предметами одежды, которые дошли до настоящего времени, как я уже сказала, что 150 по 200 лет. Это колфаки наши, головные уборы наших прабабушек. Если обратить внимание на коллекцию наших сапог, ячаги, а то, читык, как мы говорим, да, их тоже целая коллекция у нас. Это вот кожаная мозаика, когда отдельный элемент на сапогах сшивался, не накладывался, а сшивался стык в стык. Это уникальное ремесло. И по тем временам они стоили 35 рублей, это советского периода. Но тогда зарплата была рубль, я все время говорю, вот обращая внимание на колфаки, на наши платки, на наши изю, на грудные украшения, на наши сапоги. И говорю, что представляете, да, какие мужчины жили в нашем селе, прадедушки наши были, да, что могли купить такие предметы и подарить своим дамам. А наши прабабушки могли носить их и сберегли, понимаете, не выбросили куда-то. А мы сейчас гордостью об этом говорим и любуемся, вот какой народ у нас проживал. Спасибо большое вам за беседу, было очень интересно. С вами мы прощаемся, увидимся в следующих выпусках. Кадр лакуна клар, рахмат килиганагиска, очень приятно вас видеть в нашем музее. Кошпулагас, сау булагас. Субтитры подогнал «Симон»!